Добрый день, дамы и господа. Очень приятно. Обычно конференции, на которые я езжу в Европе, в Великобритании, в основном преимущество посещают мужчины, которые говорят о технологиях. Поэтому особенно приятно, что мы сегодня видим столько дам. Меня зовут Яхан Джоузеф, и я работаю здесь в двух ролях. Во-первых, по устройствам, которые предоставляют интерфейс пользователям. И обычно это устройство, которое работает по системе Bring Your Own Device. И второе – IoT Insights. То есть мы смотрим, когда интернет находится внутри прибора, и IoT Insights. То есть сейчас у нас есть возможность с вами пообщаться на нашем мероприятии. Это прекрасное начало. И опять же вовлечение аудитории. Кто у нас слышал об интернете вещей? Об интернете вещей? Многие, много людей. Кто не слышал об интернете вещей? Да, хорошо. И поэтому сейчас вот парочка таких быстрых комментариев. Когда я говорю на этом, я обычно говорю людям. Когда вы приземлились на Марсе, и потом представляете интернет вещей, нам нужно помнить три вещи. Первое. В основном, это масштаб возможностей. Люди говорят о 50-ти миллиардах, 60-ти миллиардах, 70-ти устройств, которые соединятся к 2020-му, будут сети. И мы провели мероприятие в Шанхае в 2010-м. И там говорили о 700-ми сотнях миллиардах соединенных объектов. Что значит соединенных? Сейчас можно вообще по цене ценами сенсоров, обработки и всего прочего. Настолько низкие так цены упали. Сейчас можно вообще даже полы все сенсорами наутыкать и в лампочки везде. И вы будете знать, когда, например, у вас лампочка перегорела. То есть интернет вещей. Сейчас каждая компания имеет определенную стратегию в этом отношении. То есть есть возможность, когда вы соединяете разные самые объекты в одну сеть. То есть это масштаб возможностей просто огромный. И второе, что я хотел бы назвать логикой объединенных устройств, подсоединения устройств. Если вы оператор и вы получаете еще там 10 миллионов подписчиков, то шанс тот, что среди подписчиков они будут создавать большие данные, потреблять видео, загружать, выгружать и так далее. И ваши поступления не будут адекватны по отношению к количеству данных путешествующих. Поэтому в ваших интересах вместо того, чтобы людей подсоединять, надо машины подсоединять. Вот я приведу пример. Стратегически машина, которая продает Кока-Колу в аэропорту. Количество данных, которое она передает очень маленькое, но ценность она приносит очень большую. То есть вот эта вот логика подсоединения машин. И третье, то, что я называю истинная трансформация бизнеса, подлинная трансформация. То есть вот как будто вы, например, не просто блоки, кирпичи местами поменяли, назвали трансформацией. Сейчас, когда все подсоединено и можно, можно делать сумасшедшие вещи. То есть вы фактически можете полностью трансформировать бизнес. То есть это основа того, о чем я говорю на нашей сессии. И мы будем говорить об IOT, понимании IOT в отношении производителей. У нас очень представительное президиумы. Позвольте мне. И, конечно, вот эта возможность, что мы делаем, это фактически картируем все вот эти вертикали для тех, у кого есть продукты, сервисы в этих любых областях. Мы счастливы опубликовать ваши новости, поэтому давайте нам знать, что у вас происходит. И это будет распространяться по всему миру, где вот мы работаем. И я пытаюсь сделать нечто подобное. Смотреть такие области, как образование и другие. И вот образование очень важная тема. Это, наверное, все, что я хотела сказать. И у нас очень опытные, разумные панелисты. Они вам расскажут многое. И прежде всего у нас господин Игорь Мерцин, президент RVC. Потом у нас также есть господин Мурицио Катальо, исполнительный вице-президент стратегического развития бизнеса Prima Industry. С нами господин Андреас Райса, который является в Акука Системс. Они делают очень интересные вещи по роботизации, автоматизации и многих других вещах. Мартин Гитцелл, вице-президент и глава корпоративных технологий отдела КРВ в Сименсе. И господин Радислав Берри, который является президентом Солвен. И давайте начнем в том же порядке, может быть, буквально одна-две минуты. Пожалуйста, поделитесь вашим взглядом на инновации в производстве. Начинаем. Я готов начать с необычного утверждения. Я верю, на самом деле, что все новые технологии, прорывные технологии, генерируются необязательно в оборонке или в правительством двигаются. Они генерируются как хобби людей. Весь технологический ландшафт, в котором мы живем сегодня, это результат сообщества в Кремниевой долине, либо МИТа. И прорывные инновации соединяются с огромным интересом сообществ в авиации, по глайдерам, беспилотникам и так далее. И прорывы в микроэлектронике и новое поколение радиоустройств также связаны с движением вот этих вот ребят, у которых хобби – это глобальная радиоконнективность. Это всегда происходит в более-менее одинаковым способом. То есть, когда технологии генерируются среди профессионалов в крупных компаниях, это доходит до уровня доступности и как по наличию, так и по цене, и становится доступным для сообщества, для тех, чьим хобби это становится. И они как бы разворачивают стратегическое направление мейнстрима развития, как, например, концепцию личного персонального компьютера. Мейнстрима могла быть создана среди увлекающихся ребят Кремниевой долины, но не могла родиться среди лидирующих мейнфрейн-компаний, как, например, IBM. И Микрософт разработал первые программы не для профессионального использования, не для бизнеса, не для правительства, а создал для клуба компьютерных увлеченных ребят как хобби. Это очень интересный момент, что, глядя на то, какие текущие технические хобби существуют, мы можем сделать и некоторые предсказания по поводу следующих технологических прорывов. И более-менее это очевидно для всех, кто смотрит в этом направлении, что сегодня мейнстрим технологических хобби, то, что называется DIY, сделай сам, фактически сводится к CNC, роботике 3D принтерам и трехмерным принтерам и так далее. То есть это огромное количество неформальных сообществ, клубов, которые, опять же, возникают в школах, в университетах. Я считаю, что это очень серьезный потенциал прорыва в этой области. И он поддерживается аналитиками, с аналитикой, статистикой. Но основное это, что это создает вот это текущее сообщество, новое поколение инженеров, которые полностью меняют основной поток развития. И делают его не просто доступным для покупки, а вообще частью жизни. Вот эти технологические пионеры 70-х, Кремниевой долины, сделали современные технологические масштабы. Компьютинг не просто частью жизни, а вообще неотъемлемым компонентом нашей жизни и работы. Вот это моя точка зрения. Я бы был благодарен, если бы вы что-то добавили или показали мне, что я не прав. Добрый день, дамы и господа. Спорят, чья презентация? Включите, пожалуйста, другую. Это не его, это чужая презентация. Моя? Не моя? Нет, там должны быть другие слайды в моей презентации. Да, в конце концов, если мою не найдут, можно сделать и вашу пока. Сменить порядок презентаций. Компьютерные технологии очень сложные. Даже более сложные, чем разговоры о них. Поэтому спасибо. Я здесь представляю европейскую фабрику будущих ассоциаций исследовательских по исследованиям. Некоммерческие. Слышите меня, да? Меня представляет отрасль еврокомиссии. Подразделение еврокомиссии. Мы представляем примерно 130 членов от промышленности, от научных центров, исследовательских университетов. Цель это определить стратегии следующих восьми лет в программе до 2020 года по еврокомиссии. И эта история началась вообще в 2009. И в предыдущих программах еврокомиссии, которые назывались FB7, рамочная программа 7, мы разработали 250 проектов, охватывающих 2000 организаций и 200 небольших компаний. К 2020 году к этому горизонту ассоциация с комиссией подписала контракт для определения стратегии по нахождению полтора миллиарда евро грантов для отрасли исследовательских центров, университетов в Европе. Эта стратегическая программа проводится в шести доменах, в шести областях. Не буду слишком подробно, но здесь важно сказать, что включает эффект компьютерных технологий на производство в ближайшие годы. Влияние их на производство. И стратегическая дорожная карта была выстроена, в частности, с упором на малый и средний бизнес. В Европе у нас примерно 24 миллиона небольших и средних предприятий и 99% европейских отраслей. Эти небольшие компании имеют возможность победить безработицу, которая сегодня в Европе очень остра. Примерно 26 миллионов человек безработных. По влиянию компьютерных технологий на производство в малом бизнесе я взял этот анализ от Capgemini, который разделяет различные типы подходов в различных компаниях к компьютерным технологиям. И по этим четырем сегментам мы видим так называемые компании beginners, начинающие компании с очень ограниченным подходом к производству. Потом fashionists, это те, которые заинтересованы в моде, в эффекте компьютерных технологий. Потом консервативные компании с сильным руководством, управлением, хорошей системой управления и инноваторы, цифровые инноваторы. Цель программы это сблизить производственные компании, чтобы они обращались к основным инноваторам, цифровым инноваторам. И сегодня ситуация в том, что если вы посмотрите на разные сегменты клиентов, производителей, компаний, мы увидим, что производство размещается в самом начале с очень маленькой, с низкой цифровой интенсивностью. По многим причинам. И заключу я свою речь на том, что вот покажу маленький видеоролик. Звук слышно. На этом видео. Также Siemens, очень важная компания, представленная здесь, отражает тенденции будущего производства. И я думаю, что это сейчас отражает суть будущего производства через какое-то количество лет. Но фабрикам придется отвечать нам на разные, самые разные вызовы мировой экономики, общества. И совмещать влияние компьютерных технологий на все части человеческой жизни и работы. И мы здесь видим, что вы обнаружите очень много новых тенденций, некоторые европейские, как, например, стареющее население или производство чего-то, одного какого-то изделия просто для личного потребления. И очень важные тенденции в этом экономике и новые бизнес-модели с производством, которое все больше и больше ориентировано на потребление. И разные аспекты компьютерных технологий в производстве, общение разных машин между собой и подобные вещи. Время мое кончилось, надо остановиться. И мы потом можем прокомментировать. Спасибо. В первую очередь я хотел бы поблагодарить организаторов этого форума, которым я считаю очень важным. Я представляю компанию KUKA Systems. KUKA Systems является компанией по производству роботов, а также является одним из самых ведущих мировых интеграторов этих роботов. Я думаю, господа, которые сидят за этим столом или публики, так или иначе знакомы с этой компанией. Если нет, то я сейчас с удовольствием предоставлю нашу компанию первое дело. То есть разработки, которые ведутся на нашей компании, они, конечно, очень сильно базируются на каких-либо новых компьютерных технологиях. То есть без них невозможно абсолютно дальнейшее развитие нашего направления. То есть то, что вы буквально пару минут видели в виде моделяции, вы видите в реальной жизни. То есть граница между тем, между ближайшим будущим и сегодняшним, она на самом деле очень маленькая. То есть некоторые вещи реализуются от идеи до их исполнения буквально в течение короткого времени. Тут немного от компании. То есть компания организовалась в 1898 году в городе Ауксборг и уже существует на рынке в течение более 100 лет. Здесь вы видите производство роботов, так сказать, made in Germany. Далее компания участвует в различных направлениях. Основное, конечно, направление – это автомобильный бизнес, направление железнодорожной техники. Авиационная, аэрокосмическая промышленность. Здесь вы видите сварку сопла для ракеты «Арианы». И различные другие направления. То есть в данном случае вы видите новейший робот. В медицинской технике мы достигли вместе с компанией «Азиминс» тоже определенные успехи. То есть мир тесен. В энергетике, то есть сейчас очень важное направление. Далее идут направления, которые без компьютерных технологий на сегодняшний день невозможны. Это моделяция определенных процессов и последующая реализация их жизни. Ну вот такое общее обозрение о нашей компании. Многие вещи выглядят, конечно, частично, как из будущего. Но то, что было показано здесь, на этом видеоролике – это реальность. И далее я хотел… У нас время, конечно, ограничено. Включите, пожалуйста, презентацию. Немножко пройтись о нашей компании. Как я сказал, компания существует на рынке уже более 100 лет. То есть вот в 1973 году мы подошли к созданию первого робота. То есть создание первого робота говорит о том, что без каких-либо компьютерных технологий этого не было возможности, потому что вся система управления базируется на этом. И далее началась для компании «Кука» эра роботизации. То есть на сегодняшний момент, в 2013 году, вышло новое поколение роботов, которое, в отличие от старых индустриальных роботов, может кооперировать вместе с человеком. То есть может работать рука об руку с человеком. И это мы считаем своего рода прорывом. А вы возьмите этого. А, угу. Окей. Немного о компании. То есть компания состоит из трех больших компаний. «Кука Роботикс», которая производит роботы. «Кука Лебраторис», которая занимается вот этим новейшим роботом LBR. Это так называемый «Лайквейк» робот, который может в совокупности, то есть вместе с человеком работать за одним рабочим местом. И далее «Кука Систем», с чьим представителем я являюсь. Эта компания является интегратором. Ну, я думаю, то есть компания имеет оборот около двух миллиардов евро. Но это для этой дискуссии не так важно. То есть «Кука Роботы», как я уже до этого сказал, производит роботы различной конфигурации. Далее идет «Кука Лебраторис». То есть это действительно вот эти вот новые роботы, которые считаются прорывом на сегодняшний день. Я повторюсь, так как они могут в кооперации с человеком то есть выполнять ту или иную кооперацию, что до этого было невозможно. Ну и «Кука Системс», то есть который является одним из ведущих интеграторов мировым. Ну и чтобы привязать это все к нашей теме, я хотел бы на конкретном примере, а именно мы реализовали недавно большой проект на территории Российской Федерации, Тихвинский вагоностроительный завод, на видео показать, как это все начиналось. Это займет буквально одну-три минуты. Пожалуйста, второе видео. То есть до того, как состоялся проект, была проделана огромнейшая работа. То есть изначально провелась моделяция самого завода, то есть это предприятие уже существовало, оно было модернизировано, и мы при помощи нашего софтвера сделали полную симуляцию вот этого завода. То есть это не просто какой-то мультфильм, это действительно симуляция, которая базируется на тех технологиях, которыми мы владеем, и выполнена в режиме реального времени. То есть это очень такой важный инструмент при проектировании того или иного завода. Видео на самом деле очень длинное, поэтому мы здесь прекратим. И я вам покажу тогда еще небольшое видео, что получилось из этой моделяции, как выглядит реальность. Видео, пожалуйста, номер три. То есть это действительно реальный проект, который был реализован в городе Тихвин, то есть неподалеку от города Санкт-Петербурга, и который по-настоящему работает. И в этом плане, то есть вот этот завод может конкурировать с любым мировым предприятием. То есть уровень автоматизации на этом заводе, то есть ни у кого в мире на сегодняшний момент такого нет. То есть здесь вы видите производство торцевых стен для вагона грузового. Далее идет станция для сварки боковых стен вагонов. И все вот эти процессы, они изначально моделировались нашими системами. Так, так время у нас очень ограничено. На этом я благодарю за ваше внимание. Спасибо. Спасибо. Не работает. Это технология, которая предоставляет компания Siemens для производства технологий и оборудования Siemens. С другой стороны, это и программное обеспечение. С другой стороны, Siemens – это компания, которая сама по себе является крупным производителем. То есть мы не только производим технологии, но и занимаемся производством. Но индустрия 4.0, там по-немецки написано, это, собственно говоря, следующая волна внедрения самых передовых информационных технологий в процесс промышленного производства. Если вы посмотрите на производство в глобальном разрезе, то оно приобретает все больше и большее значение. С одной стороны, в Германии у нас имеется такая высокотехнологическая стратегия, направленная на будущее. Это Smart Systems Siemens, который использует имеющиеся данные для практического применения и для прогнозирования будущих шагов. В США у нас имеется такое возрождение производства, по крайней мере, мы это так расцениваем. У нас имеются исследовательские и аналитические центры там. То есть раньше мы всегда обращали внимание, в первую очередь, на Азию. Сейчас мы оглядуемся назад и смотрим то, что происходит в США. И то, что раньше делалось в Азии, сегодня снова делается в США. А в Азии же мы, конечно, в первую очередь обращаем внимание на Киэта и реформирование промышленной политики, внедрение информационных технологий, модернизацию, с одной стороны, а с другой стороны, это обеспечение большей энергоэффективности и доработка законодательства. С тем, чтобы мы не только могли что-то производить, но и производить это с использованием энергоэффективных технологий. Кроме этого, правительство инициативы по укреплению промышленного производства, это то, что мы наблюдаем по всему миру, и в Германии, и в США. И, конечно, мы видим это и здесь, и в Азии, и в других странах, как в России. И имеются инициативы по укреплению национального производства, и очевидно, что усилия предпринимаются именно в этом направлении. Вызовы для промышленности растут во всем мире. Это конкурентоспособность, это эффективность, это сокращение времени вывода продукции на рынке. Ну и это энергетика. Для этого нужны энергоресурсы. Если мы посмотрим на сроки поставки продукции на рынок, сроки вывода продукции на рынок, мы говорим о том, что необходимо добиться большей гибкости и большего объема. И речь идет не только о массовом производстве, но и об адаптированном индивидуализированном подходе. Ну и здесь вот один пример производства. Возможно, что в этом будет заключаться путь вперед, если говорить о дальнейшем развитии таких неустойчивых рынков. Кроме того, мы видим, что ситуация меняется гораздо быстрее, чем в прошлом. Циклы разработки технологической, они сейчас сокращаются. Раньше разработка шла гораздо медленнее. Поэтому сейчас речь идет об индивидуализации производства. Ну и с другой стороны, это конвергенция. С одной стороны, у нас есть все устройства, гаджеты для того, чтобы виртуально построить различные имитационные модели. Но с другой стороны, мы говорим о реальном мире, где необходимо производить что-то физически. И именно поэтому мы говорим о конвергенции программного обеспечения и технических средств. Мы говорим о том, что нужно иметь не только программу, но и платформу, где эти программные идеи будут воплощаться в жизнь. Поэтому речь идет о дизайне продукции, о планировании производства, но и с другой стороны, о реальном воплощении этих идей. И здесь мы как раз и говорим о платформе цифрового предприятия в сочетании с соответствующими услугами. В Siemens у нас два основных направления. Это PLM, это управление циклом жизни продукта и полная автоматизация. Если вы посмотрите на процесс производства, вы посмотрите, вы видите пять этапов при разработке дизайна продукта, инжиниринг продукта, реализация продукта и услуги, которые мы предоставляем в сопровождении этой продукции. И на всех этих этапах у нас есть и виртуальные компоненты, и реальные компоненты. То есть, на самом деле, конечно, проектирование этих этапов идет в виртуальном пространстве, но затем производится физическое тестирование. Если вы посмотрите на, скажем, гоночные автомобили, то использовалось программное обеспечение PLM. Это, на самом деле, наша программная оболочка проектирования. Здесь сложность заключалась в том, что очень коротко был срок между проектированием и выводом продукта потребитель, короткий срок на проектирование и затем переход к поэтапной реализации проекта. То есть, производство должно было быть доступно уже сразу. Поэтому была проведена цифровая отработка модели и оптимизация производственного процесса. Конечно, мы всегда стремимся к оптимизации. Если вернуться к предыдущему этапу, мы можем это сделать, если есть надлежащие инструменты перепроверки того, что мы сделали на предыдущих этапах. Это виртуальная разработка. Но, с другой стороны, необходимо иметь тесную связь с самим производством. И тогда вы как раз можете цикл вывода продукта на рынок сократить значительно. Кроме того, эта система кодирования для автомобильной промышленности – это такая развитая система кодирования продукции и запасных частей, которая была, собственно говоря, выработана нами. Мы когда говорим о том, что мы это разработали, мы говорим о том, что мы разработали на самом деле программное обеспечение с тем, чтобы Айзиман, компания, смогла ее применять на практике. И они это делают. И важно, что впервые это было сделано в виртуальной среде, в виртуальном пространстве. Мы видим с вами трехмерное представление любой запасной части. Можно ее повернуть, поиграть. Это довольно сложная программная среда. Если мы посмотрим, как это работает на практике, посмотрите, вот таким образом работает эта имитационная модель. Показано то, каким образом реальная система будет работать на производстве. Это среда, имеющая соответствующие инструменты, инструментальная оснастка, имитация. И Айзиман может такую систему построить в реальном мире, в реальном производстве. Если мы посмотрим на сам завод, то у нас есть, конечно, хорошие инструменты визуализации в трехмерном представлении. Мы можем посмотреть на все этапы развития производства в совокупности с текущей информацией по планированию и информацией по обеспечению безопасности трудового коллектива этого предприятия. Посмотрим, как это работает. Вот работает. Вот мы, смотрите, проходим по заводу. Здесь можем, например, что-то, не знаю, взять. Мы можем посмотреть на отдельные установки, на отдельные машины и оборудования. И вся информация у нас здесь есть. Посмотрите, это информация о статусе этого оборудования, о имеющихся разрешениях и допусках к эксплуатации этого оборудования. Идем мы дальше. Посмотрим, скажем, на насос. Нас интересует, скажем, насос, потому что мы видим, какая-то ошибка произошла, что-то там сломалось. И ошибка показана, как связано с этим насосом. И мы можем все проверить. Полностью интегрированная автоматика завода BMW в Шанхае. Здесь мы как раз предоставили заводскую автоматику в интересах оптимизации и экономии средств. Опять-таки, все это было разработано в виртуальном мире, в виртуальной среде. Но потом это было реализовано на практике. И затем уже Сименс может перейти к следующему этапу промышленного производства надлежащего качества. Ну, я использую, собственно говоря, этот пример потому, что форум подходит под эгидой сотрудничества между Россией и Китаем. Я могу отметить, что как раз Сименс активно работает в Китае по поставке автоматизированных систем. Я надеюсь, что такого же успеха мы можем добиться и в России с использованием уже имеющихся технологий. Идем дальше. Вот видение к реальности, формирование будущего производства. Здесь мы можем посмотреть на этапы эволюции промышленного производства. Это сначала местная автоматика, то есть отдельно изолированные друг от друга системы. Затем автоматика, основанная на взаимосвязи между отдельными объектами. Затем вводятся инновационные программные продукты, которые обеспечивают оптимизацию работы в неком киберпространстве. И вы, наверное, все чаще и чаще будете в будущем слышать эти термины. У нас, например, будут тысячи датчиков, миллионы и миллиарды датчиков на производстве будут устанавливаны, которые будут собирать данные, которые могут быть оценены для оптимизации промышленного процесса. Ну, ключевые элементы этого программной среды, это динамическая производственная среда, когда мы можем эту информацию в реальном времени получить по всем участкам производственного процесса и использовать эту информацию для целей оптимизации и динамической конфигурации производства. Это коммуникационные требования о индустрии 4, перехода от версии 3.0 к 4.0. Но я здесь не буду уже об этом говорить, собственно говоря, вы уже поняли, о чем идет речь. Но важно, наверное, здесь показать профиль будущего, как меняется профиль с эволюцией производства. Ну, посмотрите, вот предыдущие системы подготовки для «Сименс». У нас давняя история обучения сотрудников. У нас там в 70-х годах там было несколько десятков человек или сотен человек, которые не имели надлежащей подготовки. Только 44% закончили ПТУ и очень мало закончили колледжи, университеты. И в 2013 году ситуация совершенно другая. Гораздо высшие требования к квалифицированной рабочей силе. Квалифицированных рабочих требуется гораздо больше вот этих синих воротничков. Требуется, чтобы они обладали более широкими навыками. А это как раз связано с вопросами профессионального обучения. Спасибо. Добрый день, уважаемые коллеги. Слышно? Слышно? Я с большим удовольствием принял приглашение участвовать в «Круглом столе», где тема цифровое производство, взгляд в будущее, стратегия. Потому что мне кажется, что в таком прекрасном сообществе коллег нам есть чем поделиться в этом плане. Я очень благодарен первому спикеру, Игорю, который сказал, что, скорее всего, реальные инновации появляются в таких маленьких клубах. И скорее они не появляются, а уже используются и выносятся на такой серьезный промышленный уровень крупными индустриальными корпорациями. И эту мысль прекрасно продемонстрировали остальные коллеги, где мы, в общем, видели крупный бизнес, бизнес, связанный с производством, и мы видели все те акценты автоматизации, которые превалируют в этих крупных корпорациях. Наша компания, инженерно-консалтинговая компания «Суовер», есть такой как раз маленький клуб инженеров по интересам. Этому клубу уже 21 год в компании, в этом клубе, или в нашей компании более 300 инженеров. И мы заняты действительно инновационными вопросами и решаем эти вопросы в серьезных таких проектах модернизации, технологической модернизации машиностроительных предприятий, я бы сказал, первой линии пляжа российского. То есть практически все наиболее известные машиностроительные предприятия из самых различных отраслей – это наши клиенты. И нам есть чем гордиться, то есть реализовано более 300 проектов, наверное, в этой сфере. Но я сейчас хочу поговорить совершенно не об этом. Да, этот клуб – это площадка, где рождаются проекты, реализуются, внедряются. Есть проекты Greenfield, Brownfield. И мы сейчас четко для себя сформулировали общую тенденцию, которая складывается в производстве и в том числе, безусловно, в цифровом производстве. Посмотрите, какие технологии превалируют сегодня в цифровом производстве. СНС, понимаем, да, управление оборудованием. М2М – машина управляет машиной. АОТ – сейчас, да, значит, интернет вещей. Вы смотрели презентации и видео, которые показывали мои коллеги, совершенно потрясающие проекты. Вы людей там видели? Нет. С нашей точки зрения, основным ограничением, которое сдерживает цифровое производство, в том числе, это люди, которые, тем не менее, есть. Это не манекены, это люди. И до тех пор, пока мы не поймем, что нужно сменить парадигму. И вместо погони за максимальной автоматизацией машин, у которых, безусловно, есть пределы, необходимо автоматизировать самого человека. Я не побоялся бы этого слова и сменил парадигму и сказал бы, что нужно роботизировать этого человека. Оказывается, это возможно? Да, это возможно. Мы создали целое направление, которое называется HNC. Не CNC, а HNC – Human Numerical Control. И мы сейчас патентуем эту технологию. У нас есть разные варианты названия, но, скажем, это производственные навигаторы. И несколько слайдов на эту тему. Что-то у меня не переключается. А, есть. Итак, что такое навигатор? Ну, простейший навигатор, та же аналогия, что автомобильный навигатор. Это карта маршрута, подсказка и обязательно онлайн-контроль. И онлайн-подсказка, и онлайн-контроль. В нашей интерпретации это некоторый программно-аппаратный комплекс для координации ручных действий оператора в процессе производства, оказания услуг или других сферах деятельности. То есть это может быть не обязательно машиностроительное производство. Безусловно, это экспертиза в разработке алгоритмов коммуникационной поддержки системы человек-машина в режиме реального времени. То есть, собственно, в написании этого маршрута. Социальное измерение. Это действительно позитивная конкуренция. Это принадлежность группе максимально эффективных людей, людей, гордящихся своим профессионализмом. Это тех людей, которые используют навигатора, которые являются объектом вот этого HNC. И, наконец, это для тех, кто оценивает работу не по затраченному времени, а по реальным результатам. Ментальное измерение. Владельцы бизнеса, в котором не только автоматизированы машины, в котором автоматизируется и собственный человек, это владельцы, которые используют, уверены, что люди, занятые в производстве, действительно используют передовой опыт. И владельцы могут действительно держать руку на пульсе. Разработчики имеют возможность делиться идеями и опытом и постоянно развиваться. А операторы четко, просто и легко по контрольным точкам работают лучше. То есть, оператор не остается наедине со своими проблемами. Ну и мы считаем, что такая гармонизация цифрового управления и машинами, и людьми, это действительно вершина возможности системы «человек и машина». Отношение в системе, вот слева вот этот, один из прототипов нашего HNC-навигатора. Отношение в системе «человек и машина» является ключевым вызовом всех новых технологий. Сегодня машины почти идеально выполняют автоматизированные операции. Человек при этом остается человеком, он способен к созиданию, но все так же допускает ошибки и не имеет системы, которая позволила бы ему их избегать. Развивая нашу систему HNC-импакт, мы приближаемся к состоянию близкому к идеальному во взаимоотношениях между человеком, машиной и механизмом. Это экспертное описание процессов, это интерактивная нормативно-справочная база выполнения пошаговых ручных операций, это поддержка и контроль, это мониторинг процесса в режиме онлайн, индикация выполнения нормативов посредством цветовой сигнализации, зеленый, желтый и черный, эта индикация позволяет человеку в реальном масштабе времени сигнализировать о том, насколько он отклоняется от так называемого времени прибытия к концу процесса, он обязательно, проходя через контрольные точки, через обратную связь навигатора, дает информацию о том, что он прошел эти контрольные точки, он таким образом, как только нажимает, что он прошел контрольную точку, ему сообщается о том, насколько он отклоняется от времени прибытия к концу процесса, а информация собирается менеджерами производства различного уровня. И, соответственно, эту информацию можно статистически контролировать. И контролировать, насколько автоматизирован человек, насколько автоматизированы эти ручные операции. По существу, автоматизация ручных операций сводится к их экспертному описанию. Таким образом выглядит интерфейс промышленного навигатора или системы цифрового управления человеком. Есть зона мониторинга, зона описания пошаговых операций, зона навигации, временная шкала, графические элементы операции, которые подсказывают человеку суть каждого шага. Но это некие элементы мета-языка, которые мы придумали для того, чтобы создать и реализовать этот промышленный навигатор. Это примеры реализации. Безусловно, важную роль играет система буферов. Есть такой замечательный ученый Ильяху Голдет, который, к сожалению, умер. Он придумал теорию ограничения. Когда все процессы рассматриваются не с точки зрения, безусловно, абсолютно точного прибытия в конец маршрута, а с некоторым интервалом, который называется буфером допустимым. Таким образом, мы построили свой навигатор, чтобы в каждый момент времени человек, выполняющий ручные операции в производстве, точно знал, насколько гарантированно он придет по заданному времени в конец процесса. И если человек находится в середине процесса на каком-то шаге, и он опаздывает, ему идет красный сигнал. Если все в порядке зеленый, красный, говорит о том, что на следующем шаге он должен ускориться. Если черный, он должен бежать. Это интерфейсы, которые позволяют в такой достаточно игровой гейм-форме показывать человеку, насколько он должен ускориться, или все ли в порядке в процессе движения к финишу процесса. Это тоже пример интерфейса. И, наконец, каким образом создается навигатор. То есть идет с помощью медийных средств описание процесса. Это могут быть тексты, это могут быть фотографии, это могут быть видео. Все эти медийные средства путем программирования заносятся в навигатор, нормируются по времени каждый шаг, и таким образом составляется карта процесса, которая затем является путеводной нитью для оператора, наладчика. Или это может быть... У нас есть такие примеры, когда навигатор мы передаем технологу и даже конструктору и заставляем его двигаться по шагам процесса проектирования. Так выглядит наш навигатор. Это навигатор гарантированного маршрутного следования нормативным процессом при серийном изготовлении изделий. Это стабильная поддержка инновационных решений, навигационная, контрольная для оператора, информационно-справочная, административно-контрольная, аналитическая для менеджеров производства. И применение навигаторов – это гарантия качества и скорости процесса изготовления вне зависимости от уровня квалификации оператора, что очень важно. Ну, один из примеров, когда использование таких навигаторов повышает пропускную способность системы во взаимодействии человек и машина до трех раз. Спасибо. Спасибо. Ну, как вы видите, что я как раз сейчас провалил тест на инициативу и не забыл включить микрофон. У нас есть еще, помимо экспертов в экспертном жюри, еще несколько экспертов в аудитории, которые хотели бы также что-то сказать. Первый эксперт – это господин Николас Рейнелл. Мы, кстати говоря, здесь вышли от наших уважаемых докладчиков о будущем автоматизации. У меня вопрос следующий. А на самом деле они дают вам то, что вы хотите? Или вы что-то хотите большего в смысле автоматизации? Спасибо. Меня зовут Николай Ромез. Я директор стратегического развития Евразии и СНГ, корпорации НИКОН. Ну, я вот помню первый слайд господина Гатилья. И он говорил о том, что в смысле производства мы находимся еще только на начальном этапе. Но я также выделил и себя, и свою компанию, когда я смотрел другие презентации. Мы начали для потребителей снижать время вывода продукции на рынок. Это было необходимо для снижения наших издержек, потому что наши потребители хотят все больше и больше каких-то характеристик в наших автомобилях. Ну, например, мы использовали прототипы, виртуальную реальность при разработке наших заводов. Всегда с использованием автоматики, с тем, чтобы сократить время на вывод продукции на рынок и на проектирование. Позвольте работать все хорошо. Мы используем виртуальную среду на всех этапах нашего производственного процесса, вплоть до уровня продаж. С чем мы сейчас сталкиваемся? Дело в том, что необходимо включить все эти данные, полученные в нашу продукцию. И изменения в нашей отрасли происходят огромные, с появлением новых имен компаний, например, из мира информационных технологий, которые постепенно начинают играть роли в нашей промышленной вести. И поэтому мы сейчас говорим о том, что мы не просто производим автомобили, мы предоставляем услуги и обеспечиваем мобильность людей. И таким образом мы видим некоторые компании, сторонние компании, скажем, компании, которые занимаются информационными технологиями, занимаются фактически такими голубыми дисплеями. Они не до конца понимают то, что ждут от нас наши клиенты. Именно поэтому мы хотим, чтобы мы работали плотнее с компаниями в IT, потому что мы знаем лучше, что ждут наши клиенты. И, как вы понимаете, наверное, вряд ли клиент, собственно говоря, согласится на то, чтобы постоянно обновлять какое-то программное обеспечение в автомобиле. То есть все-таки речь идет о безопасности движения, поэтому необходимо так, чтобы это все работало с первого раза сразу и хорошо. Но вернемся к нашим экспертам опять. Кто хотел бы сказать что-то? Я хотел просто кое-что сказать по этому поводу. Но, к сожалению, вы затронули очень важные вопросы, часть всей этой тематики. Действительно, мне кажется, что все производство промышленное сейчас находится в самом начале длинного пути. Можно это сравнить с компьютерными технологиями в начале 80-х годов, когда только начали заменяться огромные мейнфреймы личными компьютерами, персональными компьютерами. И даже сейчас сложно прогнозировать то, как изменится ландшафт в правочном производстве через 20-25 лет. И по поводу вашего последнего заявления об обновлении каких-то программных прошивок. Но Тесла сегодня это делает. Делает. И автомобили сегодня получают обновление программного обеспечения своего в течение ночи. И утром, может быть, у вас будет совсем другая машина, чем та, которую вы оставили вечером в гараже. Вот этот пример, на мой взгляд, совершенно великолепно показывает, как цифровой мир сегодня влияет на физический. Это прорыв, вот как было совершенно замечательно отмечено в презентации у господина Гитцелл Симмонса. Это стык пересечения цифрового мира и мира физической реальности, в котором происходит производство. И реально оказывается, что производство, и не только производство, но и управление всеми теми процессами, которые сегодня определяют нашу жизнь, начиная от логистики, транспортных потоков, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и так далее, они реально определяются алгоритмами. Автомобиль сегодня – это на самом деле какая-то там железяка, платформа, которая важна исключительно алгоритмам того, как она ездит. Современный автомобильный двигатель отличается от тех, которые делали 50 лет назад, не блоком цилиндров, он отличается системой впрыска топлива, которая на самом деле алгоритм оптимизации расхода топлива, генерации мощности и так далее. Вся современная индустриальная среда определяется алгоритмами. И то, что абсолютно неизбежно, то, что традиционно физические объекты будут получать патчи и апдейты точно так же, как это получает программное обеспечение на ваших компьютерах, это неизбежность, с которой необходимо смириться и идти по этому тренду, а не против него. Потому что любая попытка идти против уже отмеченного тренда, она приводит только к лишним потерям, а результат все равно будет тем же самым. Извините, спасибо. Господин Гатилио, да? Хочу поблагодарить Николая за вопрос. Я хотел бы указать эффект дигитализации производства, цифровизации. Это не только характеристика крупных компаний, потому что здесь мы можем произвести впечатление, что дигитализация, цифровизация, ИКТ, интернет вещей, end-to-end, это только то, что применяется к производству автомобилей, либо самолетов, либо каких-то очень важных, сложных устройств. И производство большого количества оборудования, крупного оборудования. Но ожидания абсолютно противоположные. Мы ожидаем, что компьютерные технологии будут играть важную роль в малом бизнесе. И вот мы видели элементы, которые я хотела отразить. Прежде всего, коллаборативная роль. Сейчас техника делается для того, чтобы работать с человеком в производстве. Даже единый какой-то компонент может быть произведен сейчас. Или, например, идея сближения человека и продукта, который помогает человеку делать свою работу. Это то, что мы четко видим. Вот в этом наш вызов. И для того, чтобы на этот вызов ответить, отрасль должна также преодолеть определенные традиции, консерватизм. Нужно работать по-новому. Нужно делать моделирование. Например, если вы собираетесь купить инструмент моделирования типа этого, он, возможно, будет стоить вам 100 тысяч евро в год лицензии за год. И маленькие компании не могут себе позволить такие типы затрат. Облачная модель может дать ответ на этот вопрос. И вот, может быть, я сейчас передам слово вам, потому что мы должны, опять же, преодолеть вот эти сложности. Покупки лицензий, оплаты огромных денег. Маленькие и средние предприятия могут позволить себе частичку этого. То есть они берут, покупают и платят только за то, что они используют. Они могут использовать моделирование этот инструмент в течение какого-то короткого времени и позволить себе заплатить за это. У нас очень много различных тем. А сейчас я хотела бы перейти к теме инвестиций. Вот начнем с вас по двум причинам. Первая это... Игорь, вы отвечаете за фонды. То есть вы делаете ставки на то, будет технология жива и полезна. Стоит ли в нее вкладываться? Вы хорошо знаете европейские рамочные программы. Господа, очень вкратце. Как инвестировать правильно? Где нужны инвестиции? Куда они должны идти? Давайте сейчас вот отвечайте и потом передавайте. К тому, что сказал господин Гателлио. Я, например, предполагаю, что развитие цифровых технологий, внедрение их массового производства, переведет к уже намечающимся в некоторых отраслях взрыву, условно говоря, бутиковой модели, когда можно будет делать кастомизированный продукт под нужды конкретного конечного потребителя, а его производство мелкой серии в small business экономически будет не менее целесообразно, чем сегодняшнее массовое производство. В долгосрочной перспективе существующие тренды автоматизации производственных мощностей скорее всего на протяжении следующих нескольких десятилетий полностью убьют массовое производство в том виде, в котором мы привыкли его видеть в течение XX века. На самом деле это массовое производство, являющееся стандартом сегодня, оно является не таким уж давним достижением. Еще сто лет назад его практически не было как концепции, и, скажем, обувное производство сто лет назад это был пошив обуви на заказ. Сегодня уже есть компании-стартапы, которые на новой технологической базе обеспечивают услугу пошива на заказ обуви под конкретного человека, под его конкретную ногу. Той самой обуви, которая будет ему удобна изначально. И, скорее всего, пройдет еще 20-30-40 лет, но не будет обувных фабрик, а обувь будет изготавливаться непосредственно в магазине, а может быть даже у человека дома. Так как мы сегодня печатаем документы на лазерном принтере, а еще 20-30 лет назад, для того, чтобы напечатать документ, мы должны были отнести его в специализированную мастерскую или в типографию. При этом качество и экономика печатания документа сегодня на самом деле лучше, чем та, которая была в типографиях 40 лет назад. Поэтому это как бы некое общее рассуждение о тренде, но оно именно определяет направление инвестирования. Сегодня бессмысленно инвестировать в то поколение, технологии, которые будут вытесняться новыми перспективными вещами. Сегодня перспективно инвестировать в то, что станет определять технологический ландшафт завтра, а еще лучше послезавтра, потому что в то, что определяет технологический ландшафт завтра, уже кто-то проинвестировал. Так вот, это, несомненно, совершенно другие модели. Я согласен с тем, что модель лицензионного программного обеспечения полностью разрушится, но, замечу, для меня не очевидно, что это будет именно клауд, потому что тренд, который сегодня есть в DIY-сообществах, это, скорее, open-source development для любительских приложений. И те, кто профессионально занимаются Internet of Things, знают, что феномен Ардуино, который абсолютно бесплатен и является open-source hardware, вокруг которого собраны сейчас самые большие сообщества робототехники, так сказать, в области робототехники и интернет, но Think, он вообще не подразумевает модели лицензирования или клауда. Это по определению открытое. И вокруг этого возникает целая экосистема новых продуктовых подходов и так далее. При этом признавая нужность и важность, скажем, программного стека для производственных мощностей, такого, как Сименсовский Team Center, который, очевидным образом, сейчас является лидером в мире, я одновременно вижу, что есть потребность, которую, видите, ни Сименс, ни кто другой из крупных корпораций не обеспечивает. Something like PLM Lite, which will go to small businesses, not to the enterprise level. Вот PLM Lite сегодня не предлагает никто. И это ниша, которая будет четко, совершенно востребована и заполнена как раз из этих сообществ. Очень интересно. Вот все предприниматели в аудитории, да, в каких областях, какие области им нужно рассматривать для привлечения инвестиций? Прежде всего, хочу поблагодарить Игоря. Я полностью согласен. И новые фабрики и компании фокусируются на... Опять же, я согласен. Массовое производство – это то, что уже отмирает. Оно заменяется массовой кастомизацией. И вот пример обуви очень показателен. Например, Adidas сейчас производит в Германии, перенес в Германию обратно производство обуви в Германии, потому что сегодня по интернету можно выбрать тип обуви, который вам нравится, цвет и так далее. Это делалось и раньше, но обувь производилась в Китае. Но время поставки составляло 4 недели. Но клиенты это совершенно... Клиенты Adidas это не воспринимали. Поэтому нужно производство где-то рядом. Поэтому предприниматель всегда должен учитывать тот факт, что производство должно быть рядом с потреблением. Это совершенно четкая тенденция. Еще один момент, который бы я осветил – это открытая платформа. В общем, платформы всегда были слабостью. Это европейская, российская системы компьютерной. И платформа производственной КТ. Это либо будет Google, либо будет какое-то проприетарное решение, как, например, решение Сименса, которое позволит быть этому решению уникальным с точки зрения ПЛМ и управления производством, и конца жизненного цикла, и всех фаз производства. Но, возможно, открытая платформа. Опять же, на основе стандартов. Но очень много отраслей и компаний уже ловят вот этот вот большой тренд развития ИКТ. Андреас. Без раскрытия каких-то коммерческих тайн. Каковы основные области инвестиций Куку в контексте того, что мы обсудили? Чего нам ждать, например, маленького Кука от дома, который будет для меня лично что-то делать через 10 лет? Занимается большей частью разработка индустриальных роботов. То есть мы еще не вошли в ту сферу, где у нас разрабатываются роботы для нужд, я не знаю, домашнего хозяйства, скажем так. Но я думаю, это будет последующим шагом, потому что у нас можно очень много технологий, то есть, которыми мы уже владеем на сегодняшний момент, перенести на вот этих новых роботов, которые будут задействованы в других сферах. Касательно инвестиций, я с вами согласен. То есть, если мы сравниваем первого робота, который у нас был произведен в 1973 году и сегодняшнего робота, то вот эта составляющая программного обеспечения и составляющая механических каких-то частей, то есть, ну, наверное, составляет большую часть. Конечно, выражена не в массе, в объеме, в денежном соотношении. То есть, и это для нас очень важно, то есть развиваться именно, развивать именно это направление. Насколько я ответил на ваш вопрос. Мартин Сименс относительно в уникальной позиции, потому что производит все, от потребительских до промышленных продуктов. Вот куда, как вы думаете, нужно инвестировать Сименсу через 10 лет? Может быть, опять же будете производить продукты, которые что-то будут производить для людей дома. Мы не активно работаем уж во всех областях, но, конечно, во многих. Может быть, потребительская электроника сейчас не приоритет на нашей дорожной карте. Фактически ее там нет. Если посмотреть на эволюцию производства, возможно, самые важные области, которые мы рассматриваем, это переход от небольшого серийного производства или, например, печати запчастей для того, чтобы... Печать расходных материалов, поддержка процесса разработки, то есть дополнительное производство. Мы всегда говорим о том, что небольшое серийное производство малыми партиями, каких-то, может быть, очень сложных компонентов. Но, опять же, все сводится к процессу разработки. Его надо ускорять. Ускорять производство прототипов. Вот в чем мы видим перспективу, если взять общее вот это вот производство, начиная от проектирования до обеспечения качества, то есть вот это дополнительное производство, это то, что мы очень серьезно сейчас рассматриваем. И, может быть, не знаю, не хочу создать такое впечатление, но, может быть, через 5-7 лет мы увидим очень большие изменения и шаги. У меня... Так лучше, у меня краткий комментарий. В общем, мы должны сказать, что нужно концентрироваться на гибкости, на технологиях, которые сейчас заменяют огромное количество. Если посмотреть на дополнительное производство, это не новая технология. Моя компания производила производство добавок, в общем-то, для Боинга уже 20 лет, и мы называли это лазерное. Rapid, быстрое фототайпинг. То есть все технологии вот эти вот быстрые, которые сегодня подходят для маленьких количеств, для прототипов, могут стать именно массовыми технологиями будущего. Кастомизация – очень важный тренд. Еще что я бы хотел добавить, очень важное, это малые и средние предприятия сейчас растут. То есть технология должна быть для них доступна. Если посмотреть на автомобильную, да, Daimler, вот они используют, конечно, вот это дополнительное производство уже в течение длительного времени, и вот мы смотрим также на участие малых и среднего бизнеса. Мало кто знает, что все современные 3D-принтеры работают на технологиях G-кода, разработанного в начале 60-х годов. И разница между станком с числовым программным управлением 50-летней давности и современным станком, который именно является CNC-affordable, в том числе использующимся и любителями, и малыми бизнесами, не в самом станке, не в его механике, там реально ничего не изменилось. Изменилась вычислительная мощность и качество алгоритмов управляющего компьютера. Потому что для того, чтобы сделать то, что может сегодня сделать вот на этом, 50 лет назад нужен был мейнфрейм, который бы занимал всю вот эту комнату, в которой мы сидели. И он был в тысячи раз дороже того станка, которым управлял. А сегодня вот эта штука составляет тысячные доли процента от стоимости того станка, который она управляет. Революция в этом, а не в самом машиностроении. Поскольку те темы, которые заданы модератором, они достаточно интересны, уже прозвучало несколько тем, я хотел бы высказаться так интегрально вот по серии этих тем. И думаю, что действительно такой совершенно четкий тренд на кастомизацию, когда мы уходим от массового производства и приходим к малым сериям, когда действительно 3D-принтеры даже еще там, я не знаю, 10 лет назад это были инструменты прототипирования, а сегодня это реально цифровое производство малых серий. Но мы понимаем, что чем больше уровень кастомизации, то чем меньше серия, тем больше переключений, над которыми, над этими переключениями Ти Чоно работал 40 лет и создал вот то самое бережливое производство, его, к сожалению, очень плохо интерпретирует у нас в России. Я не хочу касаться этого аспекта. Но все-таки я возвращаюсь к этой идее адаптации человека, который занят в производстве, вот к этому тренду кастомизации. То есть мы должны создать контроллер управления человеком, как бы странно это ни звучало. И это реально сегодня при том уровне гаджетов, компьютеризации, которыми располагает человек, он играет, он использует телефон, дети с ним спят. Вы понимаете, мы совершенно четко ощущаем, что нам нужно делать еще один небольшой шаг, и мы реально можем получить контроллер управления человеком. До его рабочего места нужно донести пошаговые действия, получить обратную связь, объяснить ему эти пошаговые действия, оценить, насколько эффективно он двигается по этим шагам. И как только мы создадим такую гармоничную производственную структуру с контроллерами для машины и контроллерами для человека, мы уйдем от тех проблем, которые создают нам мощнейшие ERP-системы, следовать инструкциям которых крайне сложно, потому что следует им в первую очередь человек, к сожалению, не машина. И именно человек вносит погрешности, ошибки в темпы производства. И поэтому я считаю, что вот вопросом гармонизации работы цифрового управления человеком и машиной, я думаю, что эта гармонизация будет ближайшим трендом. Я хотел бы немножко прокомментировать и задать вам вопрос, Радислав, по поводу своего рода интерфейса. Не думаете ли вы, что общая роботизация и автоматизация производства обгонит ваш тренд? То есть мы сможем производить практически любые продукты, не задействовав в этом человека. То есть я согласен, это имеет место, но на кто же, на какой период? Я думаю, что вы абсолютно правы. Посмотрите, все-таки, когда мы говорим о том, что мы целиком доверяем производство машинам, включая, безусловно, большой респект и уважение роботам, мы все-таки говорим о массовом производстве. Тогда, когда все-таки роль человека, мы его не можем исключить, как бы мы не хотели, да? Тогда же, когда роль человека все-таки остается, даже это простой оператор, который выполняет переналадку. К сожалению, вот этот человек, который выполняет переналадку, и то, что он делает, это черный ящик, то есть только он знает, как сделать это за пять минут. А на это место придет другой и скажет, я не могу это сделать за пять минут, я могу это сделать за восемь. И менеджер вынужден будет с этим согласиться, потому что никто не знает, можно ли это сделать за пять минут или за три. Вот в этом все дело. Поэтому, как только мы прекратим рассматривать вот эти ручные действия, как черный ящик, и попытаемся поставить туда контроллер, и эксперт скажет, как выполнять эти ручные действия, мы откроем совершенно новую эру производства, я уверен. Можно? Знаете, я на самом деле, как ни странно, вас скорее поддержу, потому что я недавно живьем видел пример, когда ваш подход был реально реализован. И, кстати говоря, с использованием программного обеспечения коллега, который сидит справа от вас, вот своими глазами видел производство, на котором с помощью одного из компонентов сименсовского стека для раскроя композитных материалов проектировался раскрой весьма сложной и стратегической принципиальной детали, однако выпускавшейся очень мелким тиражом. После чего по полученному раскрою композитного полотна его люди, вот как роботы, выкладывали руками. Просто потому, что на данный момент экономически нецелесообразно на эту операцию ставить робота, если мы делаем этих деталей 10 штук в год. Тем не менее, вот это, кстати говоря, и к вопросу о модели бутикового кастомизированного производства наверняка тоже относится. Люди, которые будут вынуждены действовать по инструкциям компьютеров, они, конечно же, вот на таких кастомизированных, мелкосерийных производствах в том или ином виде сохранятся. Но это скорее будет не творческий, вот мне как бы идея контроллера человека не очень симпатична, она какая-то тоталитарная такая очень, но как некий творческий процесс, выполняемый по подсказкам и рекомендациям компьютерной системы с целью оптимизации, несомненно. И такие примеры давным-давно уже есть. Да, когда печатные платы производятся автоматизированно, есть роботы-раскладчики компонентов. Однако, если делается мелкая серия, никто не станет это автоматизировать на уровне робота. Он получит спроектированный в САПРе макет печатной платы и заготовит его на CNC или лазерным выжиганием, а потом ручками соберет из компонентов. Это то, что в реальности происходит. И пока вы делаете этих плат не миллион, не тысячу, не сто, а, скажем, две-три, это явно экономически эффективнее. И такая область деятельности, несомненно, останется. Но она скорее будет относиться к прототипированию, к этой вот самой мелкой, уникальной серии. Но общий тренд, конечно, на то, что на любом более или менее массовом производстве это будет вытесняться полностью автоматизированными производственными мощностями. Но при этом, что принципиально, что экономический центр добавленной стоимости от этих производственных мощностей смещается в область инжиниринга и дизайна. То есть реальным производителем, рабочим 21 века станет не тот, кто раскладывает композитное полотно для того, чтобы сделать пластификацию там конкретной детали, а тот, кто ставит задачу программе раскроя композита полотна для придания нужной формы, и тот, кто нарисует эту форму, исходя из соображений гидродинамики и высокой... Математика правит этим миром. Она не в железе, не в процессах, не в рабочих, не в их квалификации. Все исходит из математики и алгоритмов. Есть ли, может быть, еще какие-то насущные вопросы из зала? Еще пока один. Я вот не донес пока мою идею. Мы ни в коем случае не сопротивляемся изменениям. Мы работаем с отраслью, не против нее. Вот два вопроса, которые я хотел бы направить нашим... Что так вот, как насчет прайвеси данных? Кто охраняет, так сказать, частные данные и защищает их, конфиденциальность? Опять же, что касается производства на маленьком уровне, как насчет, опять же, ответственности? Кто будет нести ответственность за продукты, за качества, за потребительские свойства? Еще кто-то что-то хотел спросить? Нет? Вкратце. Очень понял суть вопроса. Кто будет ответственность? Вторая часть. На ком ответственность за, ну, с точки зрения, скажем, безопасности продукта? Вот если он делается в мелкой серии, кастомизированный, то кто возьмет на себя ответственность за то, что он соответствует стандартам безопасности? Например? Ну, вы знаете, у меня, к сожалению, наверное, здесь совершенно стандартный ответ. Будет ли это кастомизированный продукт, или это будет массовый продукт? В любом случае, ответственность за это несет тот, кто его спроектировал. И дальше за это ответственность несет за качество продукта и соответствие его проекта тот менеджер, который контролирует производство. Я думаю, здесь ничего нового мы не принесем. Вы, наверное, затронули очень важный вопрос, но для этого требуется другая какая-то, наверное, обсуждение или дискуссия, потому что речь идет о неком новом мире, где будут путешествовать не конкретные физические товары, а данные. Поэтому ответственность, этот вопрос очень важный, но и защита данных очень важна. Безопасность данных очень важна. Не знаю, есть ли у нас соответствующая какой-то панель по этому вопросу, но я знаю, что многие юристы работают над этим вопросом. Речь идет о новой экономике, которая создает новые вызовы для лидеров. Как представитель организаторов, я уверяю вас, что в следующем году мы обязательно такую группу создадим для обсуждения. это очень важный действительно вопрос, потому что такое производство цифровое действительно создает возможности для создания реальных вирусов, которые будут представить реальную опасность для физического мира. И, собственно говоря, все, с чем мы столкнемся в цифровом мире, в виртуальном мире, мы столкнемся в физическом мире. Понятно, что защита данных – это очень важный вопрос. С одной стороны, вы хотите защитить свои собственные данные, производственные данные какие-то, с тем, чтобы их никто не смог незаконно получить. А с другой стороны, конечно, вы хотите избежать возможностей внедрения какого-то злокозненного вируса или плохих кодов в ваше программное обеспечение. И, собственно говоря, понятно, что это все начинается, когда речь идет о взаимосвязанных системах, когда речь идет о повышении уровня связанности системы, когда речь идет о целых виртуальных системах со сложными иерархиями данных. У нас есть, например, примеры обеспечения безопасности интернет-данных, и, наверное, в нашем случае будут применяться самые жесткие требования к безопасности. Но это все-таки юридический вопрос, который в конечном итоге будет нести ответственность. С другой стороны, если речь идет о мелкосерийном производстве, то если вы, я не знаю, будете создавать какую-то запасную часть из некого сырья, то на кого ляжет конечная ответственность? Мне кажется, вообще, в принципе, это очень большой, открытый вопрос, и понятно, что когда речь идет о каком-то производстве, то речь не идет о производстве жизненно значимых запасных частей, а лишь о каких-то второстепенных запчастях. Например, для поездов это, я не знаю, какие-то пластиковые детали пассажирских купе или еще что-то. Вот там мы можем использовать вот эти технологии Advanced Manufacturing, то есть продвинутого производства, но, наверное, не для каких-то стратегически важных компонентов того же самого поезда. Я думаю, что, в принципе, еще предстоит довольно длинный путь для доработки всей этой темы. Я думаю, на самом деле, это очень большая проблема. Я бы хотел просто привести параллельный пример. При разработке нашего нового робота, LBR, Lightweight Robot, то есть который может работать без каких-либо разграждений вместе с человеком, то есть нам пришлось тоже пройти очень серьезный путь, составить составление различной, мы получили допуск именно работы этим роботом в совокупности с человеком. Я думаю, вот эта задача, вопрос, который вы поставите, он еще будет намного сложнее и решение будет непростым. Большое спасибо, дамы и господа. Вы провели большое терпение, правда, молчаливы были, и я хотел бы поблагодарить наших экспертов за их выступление, а также наших экспертов и за аудиторию. Большое спасибо вам всем.